Приветствую всех на канале. Топы различных игр на моем канале являются популярными. Соответственно, я решил продолжить данную рубрику, и сегодня у нас будут топы игр, похожих на игру под названием City Card Drying. Игра у нас на ПК. Заключается она в езде по правилам по городской местности. Итак, ладно, перейдем с вами к тому, что в этом топе будет несколько игр. Топ я разделил на несколько частей. Соответственно, в первой части будет 5 игр, во второй части тоже 5 игр. Также, помимо того, что я буду показывать игры из различных топов, я буду рассказывать про и давать вам информацию по играм, которые будут выходить на моем канале дальше. Ладно, ребята, на этом такое повествование подходит к концу, и мы переходим с вами к самому топу. Начнем с вами с классики. Эта игра очень старая, довольно-таки популярная, ее потянет, наверное, любой Nokia даже, но я, конечно же, утрирую. Игра называется Driving Dare Driving. Игра довольно-таки крутая, выпускалась она в двух частях, и могу сказать, что именно первая часть идеально подходит под описание игры City Card Driving. Сейчас объясню, почему. Езда по правилам. То есть, главная задача у нас заключается в том, что мы в городской местности с большим трафиком должны будем доехать до определенной точки. Нам будет показывать ее навигатор, который вот у нас показывает. То есть, через 50 метров повернут направо. Главная задача в этой игре заключается в том, чтобы доехать, не задев никакое ограждение, никакой либо автомобиль. Игра очень интересная, несмотря на то, что старая графика у игры приятная. Итак, вторая часть у нас больше, конечно же, как гоночная. Вот такая вот интересная игра, ну а мы, ребята, переходим с вами к следующей игре в этом топе. Итак, следующая игра у нас Real Driving School. Хотел снять эту игру отдельно, но решил, что не буду. Чем же эта игра мне понравилась? Во-первых, у игры очень красивая графика, которая выделяется среди остальных игр. Вот, смотрите, у нас первый автомобиль, который нам дается. Сразу видим красивые переливания, красивые тени. Интересно, очень круто, большой довольно-таки автопарк. Сейчас давайте я вам его покажу. Автопарк в этой игре довольно-таки большой. То есть, смотрите, является стейтом из большого количества различных автомобилей. И могу сказать, что ценник на них не очень большой. Также из плюсов можно сказать то, что обычно в некоторых играх проработан круто только один автомобиль. Но это не про эту игру. То есть, каждая модель в этой игре проработана. Каждая модель в этой игре красивая. Вот согласитесь, реально очень красивые модельки. Кстати, есть какие-то ретро даже для любителей необычных автомобилей. Моделька Tesla новая, BMW. То есть, в этой игре есть большое количество различных автомобилей. И это уже является большим плюсом. Не могу не отметить то, что в этой игре присутствует довольно-таки обширный тюнинг. Включает он в себя в краску, настройки подвески и все в таком духе. И для кого не секрет, что City Card Driving обладает довольно-таки красивой реалистичной графикой. Про эту игру я могу сказать то же самое. Вы просто посмотрите, как это красиво все выполнено. Также из плюсов имеется вид от первого лица и полностью проработанный салон с работающей панелью. На этом обзор данной игры подходит к концу. И мы переходим с вами к следующей не менее интересной игре. Ни для кого не секрет, что игра Motor The Bot является одной из самых лучших игр в плане проработки, графики и геймплей. И в принципе она очень сильно похожа на игру City Card Driving. Начнем с плюсов в данной игре. Конечно же, очень красивая графика и вид от первого лица. Также в этой игре присутствует реалистичный трафик, который может полностью вести себя рандомно. То есть, кто смотрел мои прошлые серии по этой игре, знают, что иногда они могут подрезать довольно-таки резко, делать различные маневры. В этой игре полностью проработано все до мелочей. Это погода, времена года и смена дня и ночи. Из погодных условий здесь у нас имеется дождь, туман, яркое солнце и просто безоблачный день. По смене времен года, это зима и лето, есть два режима, они сами не регулируются, нужно их выбирать. Ладно, ребята, в принципе, что еще не сказал про данную игру? То, что здесь довольно-таки крупный автопарк, довольно-таки крупная карта, которая с каждыми обновлениями увеличивается в своих размерах. На этом обзор этой игры подходит к концу, мы переходим с вами к следующей не менее интересной игрушке. Приходим с вами к заключительной игре в нашем топе и называется у нас Driving School Simulator. Игра довольно-таки интересная, начнем мы с того, что имеет она довольно-таки большое количество различных режимов. Относится две карты для свободной езды, мультиплеер и гонки. Переходим с вами к самой интересной части данной игры, это геймплей. Автомобилей в этой игре достаточно большое количество, автомобили у нас разнообразные, их можно различным образом настроить. Ну ладно, переходим с вами уже к самому интересному, это сам геймплей в данной игре. Сразу могу отметить довольно-таки красивую графику, реально графика в этой игре довольно-таки красивая. Хороший, большой, проработанный город, и здесь можно и посуетить, и покататься, и поездить. В основном, главный заработок в этой игре заключается в том, что нам нужно ездить по чекпоинту, можно сказать, симулятор парковки. Самое главное, делать это максимально быстро и по нужным нам указателям. Итак, ребята, на этом топ подходит к концу, но перед тем, как закончить данный топ, я хотел бы сказать довольно-таки интересную информацию. Когда я искал игры для данного топа, я наткнулся на много интересных, интереснейших просто игр, которые не являются сильно популярными. Обзор этих игр вы тоже сможете увидеть у меня на канале. Итак, подходит к концу первая часть топ City Car Driving на Android. Скажу сразу, что ждите, скоро выйдет вторая часть данной подборки. Скажу сразу, что все подборки теперь на моем канале будут разделены на несколько частей. То есть я не буду делать большие такие огромные топы из 20 игр, а буду делать по 5-6 игр, для того, чтобы вам было удобнее для вас выбирать какие-либо игры. Ну ладно, ребята, на этом топ подходит к концу, обязательно ставь лайк и пиши комментарий с игрой, которую ты хотел бы увидеть в следующей части, с игрой, которая тебе интересна, либо с любой ПК-игрой, на которую ты хотел бы увидеть различные порты или игры, похожие на нее на Android, либо на iOS. Ладно, ребята, на этом я с вами прощаюсь, совсем скоро на моем канале выйдет ролик с довольно-таки новой и интересной игрой, которую я не мог просто пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok